Всем привет! В эфире Телегид и я Анна Троян, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. В ближайшие дни на ЛРТ будут насыщены разнообразными лентами. Так что готовимся к интересной неделе. Подробности расскажу прямо сейчас. Визитной карточкой нашего телеканала уже не первый год является программа «Открытый диалог». На этой неделе вас ждет интереснейшая тема – проблема электроснабжения в садовых товариществах. За чей счет меняются линии электропередач и трансформаторы? Какие нормативы к установке опор? И почему скачет напряжение? На эти и другие вопросы отвечают представители МАЭСКО. Программу смотрим в понедельник и среду в 11.30 и 22.45. А если эта трансформаторная подстанция находится на балансе СНТ, ДНП, садовых товариществах, ее также проверяют? Да, конечно. Они имеют право и должны, сотрудники Ростехнадзора, тоже с периодичностью, в какой-то период, раз в три года, насколько я помню, они имеют право прийти и проверить ее техническую исправность. В эту среду, друзья, настраиваемся на серьезную волну и смотрим дорогу без конца. Обычные пассажиры самого простого автобуса отправляются в неблизкое путешествие. В пути они знакомятся ближе и хорошо проводят вместе время. Однако никто из них даже не догадывается, что совсем скоро их жизнь изменится навсегда. Что произойдет в дороге и чем обернется этот путь, увидим 28 июня в 20.45. А ты что думал? Все будут счастливы видеть, как ты один развалился на двух крешках? Девушка, подожди. Я считаю, что каждый должен знать свое место и не задеться на чужое. Для этого нужно жить так, чтобы люди тебе, в твое богатство, прощали. А в четверг, уважаемые зрители, вас ждет встреча с Гошей Куценко в остросюжетной драме «Компенсация», которая поведает нам о любви, ненависти и кровной мести. Две сестры, похоронившие мать, едут в Москву на поиски отца. Случайно в журнале им попадается интервью с успешным бизнесменом, в котором они узнают того самого, своего папу. Обделенные счастьем и любовью сестры решают предъявить ему счет и идут на отчаянный шаг. Какой? Увидим 29 июня в 20.45. Папа нас обидел! Твоя же не виновата! Еще как виновата! Твоя мама у нашей мамы папу отбила, а потом наша мама заболела раком и умерла! А вас, вас милиция найдет и расстреляет, понятно? Не волнуйся, тебя расстреляют вместе с нами! Есть у красоток одна нехорошая привычка – сбегать со свадеб. В эту пятницу смотрим ленту, которая знакома всем киноманам. Красная Джулия Робертс, она же Мэгги, отправляется под венец. Однако не выдерживает накала эмоций и избегает прямо в нескольких шагах от алтаря. И такой фокус она выкидывала уже четырежды. Вскоре на пути вертихвостки появляется знаменитый журналист. Станет ли он очередной жертвой или окольцует ветреную девушку? Узнаем в ленте «Сбежавшая невеста» 30 июня в 20.45. Взлом – уголовное преступление. Я вызываю шерифа. О, знаешь что? Вызывай и напомни ему, что он приносит вино на Луау. Хоть мне не надо будет ему звонить. Спасибо большое. Эй, Айка, у твоей подружки сестренка есть? Подожди ее, будет свободна через неделю. Возможно, неделя была трудной и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. Одни и наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших семи дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. Ну что ж, друзья, у меня для вас хорошая новость. На этих выходных вы увидите прекрасную историческую экранизацию «Тайны дворцовых переворотов». Картины покажут вам события, которые разворачивались в Российской империи в 18.00 веке. Это и смерть Петра Великого, и интриги, и, конечно, борьба за трон. Те самые знаменитые дворцовые перевороты откроются для вас с новой стороны. Не пропустите в субботу и воскресенье по вечерам. Будет плачевно. Это нас, газеты, суда. Странная страна. Странные русские. Ах, абзидулт. Ван мусфурзи дизайн. Мой херр. Тут следует действовать не храбростью, а хитростью. Прочь от стереотипов. И да здравствует свобода. Только так согласился сниматься в нашем кино Олег Меншиков. В эти выходные вас ждет интереснейший документальный фильм об этом артисте. Но что такое свобода, когда ты чиновник, был актер Меншиков, а теперь худрук целого театра? Лидер, руководитель сложного механизма. Зачем это все нужно, если вчера ты был свободным, а сегодня бесконечно обязанный? На эти вопросы ответит лента. Смотрим ее в субботу в 18.30 и в воскресенье в 15.00. А ежедневно ходить по улице Тверская, заходить на служебный ход в театр, ездить на машине, отмахиваться от назойливых поклонниц, поклонников и так далее. Вот это, ходить в департамент культуры, ходить на премьеры с друзьями. Ну, конечно, свободу, ну вы что? На этом у меня все. Это был Телегид. Заходите на наш официальный сайт www.lrt.tv. Там вы узнаете актуальную информацию об онлайн-трансляциях, а также увидите, как происходит запись программ. А еще за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Подписывайтесь. С вами была Анна Троян. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»